Всем здорова, народ! Канал Бакашеварим. И сегодня я в Кофиксе. Казалось бы, типа, Кофикс. Уже, во-первых, был обзор, а во-вторых, ну, типа, мы все знаем Кофикс, что ты нам про него нового расскажешь. Так нет, наткнулся я, значит, на статью, где Кофикс, оказывается, открыл новый формат питания. Называется Кофикс Стритфуд. Суть в том, что, ну, мы сейчас в данный момент находимся в авиапарке, который на Ходынке, да, находится, торговый центр большой, на первом этаже. И вот здесь вот они открыли первую точку Кофикс Стритфуд, где помимо стандартных булочек, сэндвичей, там, пирожных, да, и кофе, естественно, да, они стали подавать еще и еду, которую там же готовят. Итальянскую, то есть пинцы, азиатскую, супы там должны быть, какие-то салатики и несколько новых сэндвичей, ну, и плюс напитки. То есть, короче говоря, там появилась локация, где они реально готовят. Вот особенно мне интересно, как они готовят пиццу, и сейчас мы пойдем это и проверим. Пойдем. Короче, по той стрелочке с предыдущего кадра мы нашли Кофикс Стритфуд. Вот она, эта точка. Пойдем посмотрим. Так, ну смотри, тут прямо у входа стоит то, о чем я, в общем-то, и говорил. Вот это новое меню. Здрасте. Здрасте. Вот это у вас новая, да, история? Класс. То есть, смотри, что у них. Салаты они готовят, сэндвичи, пиццу. Цены, кстати, посмотри, 240 рублей. Блин, если это будет вкусно, это вообще адекватная цена. Причем пицца, судя по всему, римского формата. Супы, фо, том-ям, фо с грибами 180 рублей, сэндвичи 120, 180 и салаты по 180 рублей. Ну, цены, должен сказать, в целом адекват. Пойдем возьмем пару позиций. Смотрите, у них прикольно. Прямо здесь представлено то, как это все выглядит. И выглядит это очень даже неплохо. Слушай, смотри, из полимерной глины сделано, наверное. Посмотри, лапша. Лапша зависла. Зависшая лапша в воздухе. Прикольный формат. Вот новое меню этот, стритфуд. Что есть, что можно заказать или все есть? Все есть. Все есть. Скусок нету только. Это очень плохо. Ладно. Ну, давайте тогда возьмем несколько пицц с ветчиной. Пицца с уткой по-пекински. Так, давайте тортилью с ветчиной. Ну и салат с уткой и кунжутным соусом попробуем. Обидно, нет супов. Я хотел том-ям очень попробовать их. Давайте кинь два лимонада, вот типа кюрасау давайте. И что еще вы посоветовали? Ну, рика номер девять такой. Короче, что это из себя представляет? Это вот действительно местечко, где вот девушка, Айкирим ее зовут, так что пишем Айкирим лайк, готовят еду. То есть, ну, понятное дело, что парбейки, скорее всего, для пиццы им приезжают какие-нибудь замороженные там, да? Но, тем не менее, она здесь кладет соус, кладет ветчину, довольно много, на удивление. Вот, и все это запекает вот там. Да, это не то, чтобы прям ресторан, понятное дело, но, тем не менее, это вот свежеприготовленная еда. Слушай, я еще пока стоял, ждал заказ, ну, готовят они довольно быстро. То есть, вот где-то, если ты заказываешь пиццу и какой-то напиток, да, ну, напиток, вы сами знаете, как кофе-ксы готовятся, ну, плюс пицца, это где-то, ну, типа, три минуты, короче. Три минуты и готова пицца. Парбейки, ну, что, будем пробовать. Я, короче, пока стоял, я еще заказал фраппе, тоже посмотрел в стрит-фуд меню, у них есть какой-то коктейль фраппе, я решил это все, короче, попробовать. Ну, что, начнем с пиццули, у нас здесь две пиццы, третья там, пицца пепперони и пицца с ветчиной, вот такая тема, 240 рублей пепперони, 240 рублей пицца с ветчиной и еще третья пицца тоже 240 рублей, чуть дешевле стоит маргарита. Что я хочу сказать, 240 рублей для пиццы на Парбейке, типа, тесто для римской пиццы, да, оно немножко у них как будто бы не такое пышное, вот, и, очевидно, это все в замороженном виде к ним приезжает, но, тем не менее, 240 рублей, наверное, адекватная цена, потому что, там, какой-нибудь Зотман вспомнить, да, возможно, все там гораздо свежее, там, готовится у них, но, тем не менее, там, грубо говоря, пепперони стоило бы, там, под 400 рублей, какие-нибудь пиццы дороже, там, 500 и далее, поэтому для таких перекусиков пицца, в принципе, норм, ну, давай попробуем, возьму серединную. Слушай, пахнет вкусно, тесто, в принципе, норм, скорее, такая, ближе к тому тесту, которое я люблю, бахнем. Пока предварительное мнение по поводу начинки, про тесто я уже в конце скажу, когда черное тесто же попробуем. Начинки нормально, то есть, за 240 рублей ты получаешь, в принципе, ну, такую штуку, которой наешься. Пеппероньки сами, колбаски, типа, ремитовские, хорошие. У меня в заморозке много ремитовских колбасок в свое время лежало, я их периодически юзал. Нормальная тема, сыр хороший, соус тоже симпатичный. Это приятно, это приятно. Конечно, хочется, как обычно, там, больше колбасок, больше всего, да, но здесь хватает. Довольно много сыра вкладывают, ребята. Вторая пицца вообще выглядит очень увесисто, то есть, если здесь 3 кусочка пепперони, то тут 3 кусища ветчины. Ой, какой триговый. Если здесь 6 кусочков пепперони, то тут 6 кусков здоровенных ветчины. То есть, эта пицца гораздо сытнее, чем пепперони, очевидно. Ну, короче, довольно, посмотри, как неплохо наложено даже сыра, да. Сверху какой-то соус наподобие орехового с кунжутом. Скорее всего, есть ореховый соус. Вот эта пицца выглядит еще лучше. Немножко знаешь, что странно в этой пицце? То есть, нет, она действительно нормальная ветчинка такая тоже. Это не какая-то прошутто там итальянская. Ну, просто обычная нормальная ветчина. Меня не нравится на этой пицце то, что у них кунжут сырой будто бы. То есть, вот если бы вот эти кусочки кунжута были бы поджарены, ну, они, может быть, конечно, поджарены, но не факт. Это было бы гораздо ярче, гораздо вкуснее, короче. Ореховый соус нормальный. Просто он почему-то теряется, короче. Либо мне в укусе не попался. Но в целом прикольно, тоже сытное. Но, честно, если бы вот выбирать, я бы, наверное, даже вот пусть она скромнее, я бы выбрал с пепперониками. Потому что вот этот кусочек пепперони, сыр и соус вот так вот хватает для вкуса. У нас есть еще одна пицца на черном тесте. Печаль, кстати, что супов нет. Блин, я серьезно, я очень хотел попробовать том-ям фобо с уткой, который у них есть. И ребята говорили, что, типа, может быть, вот пока вы здесь едите, может быть, появятся тут эти супы, но, походу, не успевают, короче, они это сделать. А как эта пицца называется? Я забыл. С уткой по-пекински, ребята. Вот выглядит тоже хорошо. Я не главный, не любитель вообще черного теста, честно говоря, но в целом вот под этот дизайн очень это черное тесто подходит. Слушай, ну, прикольно. Посмотри, здесь куски утки прям, ну, то есть их немало. Огурцы, видимо, форматы типа битые, огурцы замаринованные, я подозреваю. Сверху соус, я надеюсь, что это соус хой син. И кунжут, опять-таки, не жареный. Вот смотри, то ли они не успели, то ли упустили этот момент, но кунжут-то надо, чтобы жареный был. Я его разглядываю, пытаюсь найти, может быть, я ошибаюсь, может быть, он все-таки действительно жарился на сухой сковородке, но все-таки нет. Так, ну, слушай, выглядит прикольно, 240 рублей тоже. Прикольно. Слушай, честно, я пиццу с уткой, мне кажется, никогда не ел, и это вкусно. Я обожаю соус хой син, и здесь они им поливают. Помимо того, что, скорее всего, утка каким-то образом тоже в подобных специях мариновалась там или типа того. И плюс вот эти огурчики, они действительно такие немножко под уксус, под уксус, под уксус. Ну, короче, с уксусом, ну, как вот типа битые огурцы, да, такие в азиатском стиле. Они тоже в тему, все-таки подмаринованные огурцы. В целом, вот эта пицца, пожалуй, самая прикольная. Вкусно? Слушай, за 240 рублей пицца с уткой. Ну что, ребята, блю Кюраса у нас напитки, знаете, поскольку они? И напиток Рика номер 9. Это отсылочка к мультику Рики и Морти. Кто знает, тот знает, я не знаю, поэтому напишите в комментах, чтобы, что это значит, что за напиток номер 9. 120 рублей стоит вот такой вот лимонад. Весьма адекватно по цене, да. Не знаю, блю Кюрасау, ну, такой свеженький, он слишком приторно-сладкий, мне кажется. Попробуем напиток номер 9. Что же это такое-то? Напишите в комментах, я реально не, ну, как бы я не очень в мемасиках Рики и Морти разбираюсь. Может быть, кто-то меня, ну, как это, требует пояснительную бригаду. В общем, что такое напиток номер 9? Животон вкусный. Привкус какой-то из жвачки. И плюс лимончик, плюс как будто какой-то такой ванильный привкус. Вот этот напиток номер 9 Рики очень даже неплох. Выбирая между двух, я бы выбрал, конечно, вот эту девяточку. Так, что у нас еще? У нас еще с вами круасса. Я уже так взял круассанчику. Давайте посмотрим на него. Внешне просто как с картинки, реально, как с подиума спустился. Тоже стоит 240 рублей. Смотри, нормальный такой кусок семги, томатики. Да, ну вот помидоры, кстати, очень спорны в этом блюде. Круассан сам не крошащийся, такой влажный, приятный. Огурчики свежие. То есть, ну, в целом выглядит хорошо. Еще круассан посыпан какой-то крошкой. Видимо, дробленый орех. На самом деле, конечно, вот томаты, это небольшое читерство для эффекта. То есть, красный томат, красная рыба. И мы смотрим, да, со стороны нам кажется, о, сколько рыба. На самом деле, там помидоры. Ну, понятно, что приглядываешься и ты понимаешь, что это помидоры. Но неспроста они лежат друг на друге, чтобы общий объем красного цвета увеличился. И люди такие, о, как хорошо выглядит этот кроша. Ну, честно говоря, и так неплохо выглядит, поэтому кусок рыбки очень даже неплохой. Еще и даже соус. Очень свеженько. И знаешь, как там... То есть, это круассан, скорее, не такой вот, ну, сливочный круассан, да. Он какой-то будто бы чуть-чуть солененький. Такой, скорее, закусочный круассан. Именно сама булка, я и не про начинку говорю. Начинка, понятно. Вот именно сама булка, она такая очень подходящая именно под закуску. То есть, круассан не как десерт, а круассан как закуска. И даже вот эти вот орешки, они тоже создают определенную такую ассоциацию с закуской именно. Ну, что хочу сказать. Свежо, приятно. Огурчики очень в тему прям. И вкусный такой... Чуть-чуть сладковатый будто бы соус. В общем, круассан. Круассан прям вообще нормально зашел. Я бы вот, если бы утром был бы в кофексе, я бы с огромным удовольствием такой круассан бы съел. То есть, даже не пиццу, а вот этот круассанчик бы взял. Лайк. Так, ребят, у нас еще два напитка. Это пока я ждал приготовления пиццы, да. Я заказал пару напитков. Это милкшейк. Слушай, напитки, если лимонады стоили 120 рублей, то эти напитки стоят по 60. По 60 рублей. Я взял фраппе, очевидно, и банановый милкшейк. Вот этот, наверное, банановый милкшейк, а это, наверное, фраппе. По 60 рублей, вообще топчик. Я настолько отвык сейчас от сладкого в последнее время. Ну, многие знают, что я сейчас не ем сладкое. Каждый раз про это говорю. Уронил чак. И мне, короче, все сейчас напитки, которые раньше мне казались очень обычные по сахару, да. Ну, я, в принципе, много сахара никогда не ел. То есть, я там на большую чашку чая-кофе я клал две ложки. Ну, мне кажется, так все делают. Вот, сейчас я кладу ложку без горки, вот типа того. То есть, у меня уровень восприятия сахара, у меня стал более яркий, что ли. Поэтому мне все кажется сладким. И вот этот милкшейк, он, ну, сладкий для меня, короче, в целом. Он обычной сладости, нормальной банановости и такой довольно симпатичной плотности. Что и ждешь, в общем-то, от милкшейка. Давай попробуем фраппе. Фраппе это холодный кофе. Вот во фраппешке сахара так, как мне сейчас комфортно. Тоже вкусно за 60 рублей. Не, реально 60 рублей. Милкшейк черника, клубника банан, фраппе ванильный или карамельный, кстати, еще можно выбрать. Смузи фруктовый, сидор, содовая. 0,45 объем и все по 60 рублей. Топчик. То есть, смотри, чтобы, грубо говоря, поесть, ты берешь пиццу и берешь какой-то из напитков по 60, и у тебя обед обходится 310 рублей. Причем ты можешь взять, вот смотри, пиццу-маргариту за 180 рублей, напиток, и у тебя твой перекус тебе обойдется 240. Слушай, ну, короче, в принципе, адекватная цена за вот этот продукт. То есть, если сравнивать с тем же Зотманом, там, наверное, он дороже, но там пиццы больше по размеру. Там грамм по 400, что-то вот у меня такие воспоминания. Здесь граммов 300 пицца типа максимум. Следующий у нас это салат за 180 рублей с уткой и кунжутным соусом. Небольшой прямо салатик. Тут древесные грибы. Вот это утка, походу, делает, да? Салат айсберг они кладут, не пекинскую капусту. Вот здесь, кстати, пекинская капуста, хоть я ее не люблю, вот здесь она была бы вполне нормальной. Так, это красная капуста. Ну, такой, слушай, небольшой салатик, но в целом выглядит вполне аппетитно, мне кажется. Когда айсберг, конечно, лучше, я все-таки гоню уже, не надо пекинскую капусту. Блин, а многие мне, кстати, тот ролик довольно был такой, ну, то есть, меня закидали камнями за то, что я что-то плохо сказал про пекинскую капусту. Я лишь говорил про пекинскую капусту в некоторых блюдах. То есть, например, в шаурме это, по-моему, мерзко и там быть не должно. Вот в салатике пекинская капуста в целом норм. Давай попробуем. Ореховый соус. Там тоже ореховый соус и как будто бы с чем, с каким-то еще соусом. Тоже такой свеженький, ореховый, немножко кисленький салатик. И что самое главное в салате, пекинская капуста так никогда бы не сделала, блин. Айсберг, конечно, решает вообще. Обожаю айсберг. Этот салат, ребята, вкусный, но он довольно небольшой. Граммов 200, я вангую. Даже меньше, наверное. И есть ощущение, что если вот по пиццам они сделали прайс такой равный рынку или чуть ниже рынка, да, такой, ну, типа, любопытный. Пицца за 240 рублей. Ну, огонь, прикольно. А, пожалуй, я это хочу. То, наверное, с салатиком они хотели вот это немножко компенсировать. То есть салат за 180 рублей, наверное, чуть выше, чем я бы готов был за него отдать. То есть 240 за пиццу. Базара нет вообще. Приду в кофекс, отдам и вообще не пожалею ни об одной копейке. За салатик, пожалуй, я бы хотел отдать чуть меньше. Особенно, когда я иду в кофекс. То есть я уже привык, потому что ребята, ну, такие... Ну, типа, дисконтик, да. Ну, не, зараза, он все равно вкусный. Слушай, знаешь, вот, может быть, в отличие от того кофекса, к которому мы привыкли, здесь даже суть не в том, что тут какая-то цена низкая, еще чуть-чуть, не суть не в этом. А в том, что они в рамках вот того же формата своего кафе сделали что-то интереснее и вкуснее именно вот по вкусу и по сути еды, чем у них было до этого. Вот в этом прикол, наверное. То есть даже дело не в бабках. Хотя и в них, конечно, тоже. Пицца за 240, это очень неплохо. Так, ну, у нас еще сэндвич. Смотри. О, слушай, он, кстати, до сих пор горячий. Может, сколько я тут болтаю? Давай-ка достану. Я пропалил, в каких лепешках они делают сэндвич. Это лепешки мисен. Вот это мисен, да. Смотри, здесь два куска ветчины. Сыр моцарелла и томатики. Ну, помидоры такие, слушай, ну, блин, обычные, да, довольно бледненькие. Сейчас уже зима наступает. Ну и, в принципе, все. А, и томатный соус. Да, сэндвич стоит 120 рублей. У них есть в тортилле, вот это как я взял. И сэндвичи, видимо, в хлебе. Вот, ну, я взял с тортилле и попробуем, попробуем его. Слушай, его можно, по идее, вот так еще сложить, смотри. Чтобы удвоить вкус, а? Как вам такой лайфхак? Это уже странно, знаешь, что? Что вот эта вот лепешка, она... Мне очень лепешки, вот эти мишен, мне не очень нравятся они. Они сладкие. Ну, сладкие, то есть они немножко своей сладостью... Ну, короче, они не делают мне кайф. Вот, здесь сладость почему-то не чувствуется. Я даже усомнился, а правильно ли я увидел, что она из этой лепешки делала этот сэндвич. И, знаешь, что к чему? Все-таки нет, эта лепешка мишен, и действительно такая сладость чуть повышенная из-за лепешки становится. Вот, если бы вот этот сэндвич был бы из обычной пшеничной лепешки нейтральный вообще, в идеале вообще в пите, прикинь, вот это все в питу сложить и подзапечь, чума была бы. Но это, наверное, не про 120 рублей уже тогда, то есть вот эти вот фантазии скорее подороже бы мои стоили. Вот, ну, в целом за 120 рублей, наверное, нормальный сэндвич, чисто перекусить. То есть, если, конечно, сравнивать, то пицца интереснее, но, тем не менее, тут два куска ветчины, сыр, томаты, обычный томатный соус какой-то. За 120 рублей опять-таки это адекватно, я считаю. Вот такой вот он, кофекс стритфуд, то есть по факту, ну да, мы тут наели где-то тысячи на полторы рублей, но уже цены очень приятные, честно. Меня очень расстраивает, что я супы не попробовал, потому что вот у них 180 рублей стоят том-ям с уткой, или фо с грибами и тофу, или фо с уткой тоже стоят 180 рублей. У них вот эта тема фиксированных цен, она прослеживается в том числе и в этом формате стритфуда. Слушай, ну это конкурентоспособно и очень жизнепригодно. То есть, так вот по факту. Иду я, например, в авиапарке и такой думаю, куда мне ломануть? Ну, в Макдональдс на четвертый этаж. Зашибись, KFC пойдет. А дальше уже я начинаю задумываться. Такой, типа, а если я хочу попить что-нибудь вкусненького за 60 рублей? А если я хочу потратить на свой обед 300 рублей, типа максимум, а дай-ка я зайду в кофикс? И такой, нормально. То есть, если ты про это знаешь, ты, скорее всего, выберешь сюда подойти, съесть вот такую вот римскую пиццу, да? И самую топовую в мире, но вкусную пиццу и выпить за 60 рублей вот такой вот фраппе или банановый милкшейк. По-моему, это очень годно. Серьезно. Мне кажется, что будет круто, если кофикс вот эту штуку сделает везде. То есть, ну, понятно, эти сэндвичи холодные, которые у них всегда были, да, это как в любой кофейне. Оно везде есть. Вот эти макаронсы, вот эти какие-нибудь брауни, там чизкейк кусочек. Это хорошо. Это хорошо. Но все-таки, если в кофейне можно неплохо поесть, это тоже хорошо. Ну, в общем, наверное, все. Наверное, все. Я жду от вас комментариев по поводу напитка номер 9 из мультика «Реки и морти», что это значит. Вот. Ну, и вообще, ваше мнение, может быть, кто-то уже пробовал, да, кофикс в таком формате, пробовал эту еду, тоже свое мнение высказываете. Мое мнение вы поняли. Пишите внешне, согласны вы с моим мнением или нет. Всем спасибо за просмотр. Мы остаемся доедать эти вкусняшки. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok